Добрый вечер! На 12-м канале Час новостей. В студии Денис Жарко. Сегодня в выпуске. Жарко, как в тропиках. В выходные дни всю следующую неделю в Омске будет припекать. До какой отметки поднимется столбик термометра? Новые дороги и вместительный детсад. Глава региона побывал с визитом в Кормиловке. Какие изменения ждут район? Не сезон. Вот что мне удалось найти. Всего два благородных гриба. Это один белый и один подосиновик. Аномальная весна аукнулась омичам. Не урожаем грибов. В лесах только коровники, да бабки. За любовь и верность в Омске чествуют образцовые семьи. Парад атлетов. В Крутинке торжественно открыли 48-ю сельскую спартакеаду Королева спорта. Жарко, как в тропиках, будет в Омске в ближайшие дни. По данным синоптиков, в выходные днем ожидается до плюс 31 градуса. А в понедельник столбики термометров покажут жару чуть ли не под 40. Плюс 36 градусов. При этом возможны дожди, грозы. Очень тепло будет даже по ночам до плюс 20. Жаркая погода продержится всю следующую неделю. А в Омске из-за жары горят частные дома и дачные постройки. С начала лета зарегистрировано больше 300 таких происшествий. Статистику озвучили на пресс-конференции специалистов городского департамента общественной безопасности. При этом фиксируется существенное снижение возгораний в многоквартирном жилом фонде. Так, например, по данным спасателей, улучшение пожарной обстановки отмечено в Кировском, Октябрьском и Советском округах. В течение полугода ЧП с огнем удавалось избежать в учреждениях здравоохранения, культуры и социальной сферы. Впрочем, на сегодняшний день ситуация может осложниться из-за того, что город буквально засыпан тополиным пухом. Только за прошедшие двое суток на территории Омска случилось 9 стихийных возгораний. К счастью, серьезного вреда огонь не нанес. Особое беспокойство доставляют сейчас и беспечные садоводы. Пожары вспыхивают практически ежедневно. Основная причина возгорания – эксплуатация старой электропроводки и кустарных обогревателей в ночные часы. К сожалению, есть и жертвы. В этом году в дачных садовых домиках уже на сегодняшний день погибло 4 человека. Ежегодно порядка 10 человек из погибших погибают на территориях садово-обороднических, дачных некоммерческих товариществ. Второй показатель по количеству произошедших пожаров и этот параметр непрофилактируемый – это пожары транспортных средств. Мэрия сейчас ведет постоянную разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности. В летнее время регулярные учения проходят в детских загородных лагерях, ведется инструктаж домовладельцев и специалистов управляющих компаний. Самое главное, говорят специалисты, в случае пожара не забыть простой номер 112 с мобильных и 01 с городских телефонов. Новая дорога появится между двумя районами – Омским и Кормиловским. Об этом рассказал глава региона Александр Бурков во время рабочей поездки. Строительство трассы между селами Комсомол и Спайка, протяженность которой почти 10 километров, разделено на два этапа. Первый планируют завершить к октябрю, второй – к следующему году. Стоимость объекта – 185,5 миллионов рублей. Деньги выделит область. Кроме межмуниципальной дороги, в рамках региональной программы дорожного строительства в этом году обновят три улицы. В самой Кормиловке, а также пять дорог в селах. Что еще изменится в Кормиловском районе, который посетил глава региона, расскажет Тахминат Инысова. Этот детский сад в Кормиловке расположен в здании бывшего детского дома. Из трех этажей до шкалятами заняты первые два. Самый верхний тоже могли бы использовать, только здесь необходима серьезная перепланировка. По распоряжению главы региона Александра Буркова на модернизацию и ремонт здания выделили более трех миллионов рублей. Большая очередь в детские сады. Для этого мы сейчас ведем ремонт в детском саду «Солнышко», где будем создавать новых 50 мест для ребятишек. Две группы в этом году уже запустим. И я считаю, что на следующий год нам нужно делать пристрой у детского сада номер три, который сможет вообще взять минимум 120-150 детей. Таким образом мы разошьем очередь в детские сады. Не только социальная сфера, но и местный бизнес интересовал главу региона. С работой одного из крупнейших агрохолдингов и, соответственно, налогоплательщиков области Александр Бурков знаком. Как и с трудностями, с которыми сталкивается предприятие. Так, чтобы инвестировать в производство, здесь нуждались в налоговых преференциях. Их получили. Благодаря этому была запущена вторая линия завода по производству кормов для животноводства и птицеводства. Это 180 тысяч тонн в год. Объем инвестиций составил 350 миллионов рублей. Мы понимаем, что это наш родной сегодня производитель. Здесь работают наши омские кадры и налоги платятся здесь. Вот это самое ключевое и важное. Технология наивысшая. При этом все оборудование российское. Это возможность по биобезопасности исключить какие-то дополнительные риски. Поэтому при поддержке Александра Леонидовича, законодательного собрания Омской области, был принят закон, благодаря которому мы видим современное построенное предприятие. Это рабочие места. Здесь создано дополнительно 50 рабочих мест. В следующем году предприятие планирует построить дополнительные элеваторы. А значит, сможет покупать еще больше зерна у омских аграриев. Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона обсудил и ход подготовки района к проведению 49-й спартакиады «Праздник Севера». На организацию соревнований область выделит 10 миллионов рублей. На эти деньги будет отремонтирован спорткомплекс, осуществлен отвод грунтовых вод и благоустройство поселка, который станет столицей зимней сельской олимпиады. Тахминат Инысова, 12 канал. Как развивать транспортную сеть? Какими методами ремонтировать дороги? Где взять для этого специалистов? Об этом шел сегодня разговор на экспертном совете. Вообще, серия таких встреч проходит по различным направлениям уже вторую неделю. Среди тем обсуждения самые разные сферы. Это и здравоохранение, и образование. Как отметил глава региона Александр Бурков, для него очень важно услышать мнение общественности. Идеи и рекомендации людей лягут в основу принимаемых властью решений по ключевым вопросам развития региона. Более 60% дорог Омской области находятся в плачевном состоянии. А ведь развитие любой территории напрямую зависит от состояния ее транспортных артерий. Об этом, к слову, еще древние римляне знали и строили такие трассы, что некоторые используются по сию пору. Как современным шоссе региона хоть на Малую Талику приблизиться к таким показателям, говорили собравшиеся на экспертном совете, прошедшем в Омске. Главная беда – долгое недофинансирование. Активные ремонтные работы начались только три года назад, и за это время сделано больше, чем за предыдущие десятилетия. Но почивать на лаврах рано. В прошлом году неосвоенными остались более миллиарда рублей, и их пришлось вернуть в федеральную казну. Кроме того, собравшиеся говорили, что необходимо перестать ремонтировать только дороги, а начать восстанавливать улицы, включая сюда комплекс ливневых канализаций и даже зеленые насаждения. Говорили и о внедрении новых технологий, которые позволяют сокращать расходы и увеличивать срок эксплуатации трасс. Сегодня на экспертном совете мы рассматривали вообще, в принципе, всю возможность дорожной отрасли. Это и техническое оснащение, это и поставка материалов, это и учебные научные кадры. Это самая главная возможность проведения конкурсов подрядных работ. Эта возможность экономии финансовых средств отторговать как можно быстрее, она появляется в рамках 44-13 закона, для того, чтобы нам выполнять тоже этот объем работы. Ну и самое главное, я уже высказался, что Александр Ильич Бурков сегодня у него полное видение по этим вопросам. И вот вопросы сегодня разговора о северном обходе и о северной транзитном пути через Тару поднял, как, кстати, Александр Ильич Бурков, видимо, понимая, чтобы они лучше были интегрированы в социально-экономическое развитие региона, необходимы хорошие дороги. Северный обход позволит превратить Омск в крупный транспортно-логистический узел на карте страны. В рамках этого проекта предусматривается завершение строительства аэропорта Федоровки, что позволит развить инфраструктуру и застройку левого берега Омска, после того, как с территории города уберут старый аэровокзал. Эти планы могут воплотиться в жизнь только с помощью федеральных средств, и определенные договоренности об этом были достигнуты в ходе визита в Омск министра транспорта России Евгения Дитриха. Отдельный разговор касался нормативной базы. Сейчас дороги региона ремонтируют с помощью самой современной техники. Все шире применяются новые технологии, но подводит несовершенство законодательства. Порядок проведения торгов и подачи документов приводит к тому, что и без того короткое сибирское лето используется не полностью. Мы проводим в мае торги, а в июле только заходим, мы теряем уже 3-4 месяца погожих дней. Когда мы начинаем в августе, сейчас вот еще планируется, вы слышали сегодня, да, что планируется еще 2 улицы, еще там 2 или 3 объекта по Омской области. Уже в сентябре будет определен подрядчик. Конечно же, мы столкнемся опять в силу того, что очень длинная процедура, вот это получение контракта. Мы уходим в зиму, уходим в осень, в дожди. Отдельным блоком на экспертном совете стало обсуждение предложений поступивших от пришедших на совещание депутатов Гурсовета, представителей ремонтных организаций и общественников. Эти люди помогают корректировать планы и позволяют обратить внимание на узкие места глобальных планов, приближая их воплощение к жизненным реалиям. Дело объеждено, что сегодняшнее освещение послужит улучшению работы по дорожному хозяинству в области в целом в будущие годы. Все предложения, поступившие сегодня в ходе экспертного совета, лягут в основу программы модернизации транспортной сети области. Собственно, именно для этого глава региона Александр Бурков и выступил с инициативой проведения подобных форумов, которые дают возможность понять, какие именно задачи необходимо решать в первую очередь и выработать с экспертным сообществом наилучшие механизмы развития Омской области. Владимир Мутовкин, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. А вот какие материалы вы увидите в информационно-аналитической передаче Екатерины Шапиловой «Акценты недели» в субботу, 7 июля в 19.30. Наследие Омской Федоровки оценивают эксперты. В Омске вновь поднят вопрос о том, чтобы достроить аэропорт. Начнут ли в регионе принимать огромные боинги и аэробусы на новой взлетной полосе? Историю вопроса на месте изучил министр транспорта России. Зеленые легкие регионов вздохнут свободнее. Екатерининское урочище, теперь заповедная зона. Краснокнижным животным больше не угрожает опасность. Лесорубам вход закрыт. Просто бились на то, чтобы возвратить статус природоохранной зоны, хотя ее очень сильно пощипали, очень сильно. И то, что Екатерининское урочище сохранено, это, конечно, ваша заслуга. Большое совещание на севере региона. Сделать лесоустройство. Организовать переработку древесины. Какие еще важные решения приняты. И чем богат наш край. Ему целуют ноги и обещают установить памятник. Российская машина идет вперед. Испанцы побеждены впервые в истории. Здесь вешалка. Костюмы здесь. У меня есть мечта, где-нибудь здесь диванчик поставить. Не знаю, получится. Скитальцы возвращаются домой. Актеры-галерки обустраивают гримерки. Для театра закупают технику, мебель и шторы. А значит, долгожданная премьера скоро. Мы вернем на сцену те спектакли, которые у нас законсервированы. История бродячих артистов близится к счастливому финалу. Об этом и не только мы расскажем в новом выпуске программы «Акценты недели» в субботу в 19.30. В Омске сегодня чествуют образцовые семьи. В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в городе идут торжественные мероприятия, посвященные празднику. В историческом парке «Российская история» состоялось. Вручение наград, медаль за любовь и верность. Получили три семьи, которые прожили в браке больше полувека. Материнскую славу вручили многодетной семье, которая воспитывает пятерых детей. Церемония награждения прошла и в органном зале. Здесь победителям областного конкурса «Семья года» вручили благодарственные письма и грамоты. Марина и Антон Финг хоть и считаются пока молодой семью и женаты довольно давно, уже 6 лет, знакомы и вовсе всю жизнь. Супруги вместе со школьной скамьи дружили еще и их родители. Теперь Марина и Антон воспитывают собственных малышей, причем по методике раннего развития. Антон занимается животноводством, Марина преподает немецкий. День семьи, любви и верности для Финг праздник вдвойне. Это еще и день рождения главы семьи. 100 побед в номинации «Молодая семья года» стала неожиданным подарком. Настроение отличное. У нас так получилось, что день семьи совпадает с днем рождения мужа, поэтому у нас двойной праздник. Мы очень рады, конечно, что нам дали такую возможность поучаствовать и что мы стали лауреатами. Конечно, настроение отличное. Впервые семью года чествовали в 2007 году. Тогда зародилась премия. Награждали всего в четырех номинациях. Сегодня их 10. В том числе «Золотая семья» династия, социально активная семья. Увеличился и призовой фонд премии. Победители впервые за всю историю получат 100 тысяч рублей, а не 70. Такое распоряжение подписал глава региона Александр Бурков. Он поздравил всех с наступившим днем семьи и верности. Отметил, что омское правительство и региональный парламент стараются всесторонне поддерживать семейные ценности, помогать молодым и многодетным семьям. Мы считаем, что инвестиции в семью – это инвестиции в будущее. Сегодня правительство оказывает финансовую поддержку в виде социальных субсидий семьям с небольшими доходами, где родился первенец, где родился третий и последующий ребенок. Мы сохранили наш областной материнский капитал, продлили его действия. Я благодарен всем тем, кто сегодня живет такими большими дружными семьями. Всем тем, кто любит своих близких, родных, свою землю, свой дом. Поэтому я желаю всем долгих лет семейной жизни, семейного благополучия, тепла, добра и, безусловно, семейного счастья. С праздником, дорогие друзья! Слово число многодетных семей в регионе увеличилось в полтора раза за последние пять лет. Сейчас их в области более 29 тысяч. Священник Алексей Тищенко с женой воспитывают восемь детей. В ближайшее время в семье ожидается пополнение. Стараемся, конечно, быть всегда в деле, чем-то занятым, чем-то добрым, полезным. Труд, учеба, спорт. У нас почти все ходят в музыкальную школу. Естественно, что все имеют церковное послушание, то есть это или послушание в алтаре, либо пение на клиросе. Вручают сегодня еще одну значимую награду – медаль за любовь и верность. Получили семьи, которые прожили вместе более 25 лет. Медаль изготавливается на московском монетном дворе. На ее лицевой стороне изображены супруги Петра Феврония, княжевшие в Муроме в 13 веке. Тамара и Олег Просветовы вместе уже 60 лет. Как и почти полвека назад супруги понимают друг друга с полуслова и с горящими глазами наперебой рассказывают о достижениях своих детей. Мы воспитали и внучку до 18 лет. Она закончила у нас гимназию 19-ю с золотой медалью. Закончила, потом прошла конкурс на Белькенский университет американский в Анкаре. Закончила шесть иностранных языков. Семь языков знаю. А дочь у нас, отец, не подсказывает. Премия «Семья года» существует уже 11 лет. За эти годы на почетное звание претендовали около двух тысяч семей. Награждают самых достойных. В этом году из-за капризов погоды грибной сезон задержался на полтора месяца. Многие излюбленные места грибников до сих пор затоплены. Найти ценные белые грибы или подосиновики сегодня практически невозможно. Пока в лесах растут в основном коровники и абабки, да и те червивые, говорят люди. Однако на рынках торговля грибами все-таки идет как. Несмотря на погодный апокалипсис, удается наполнять корзины и изменились ли цены на лесной товар. Расскажет Екатерина Балучевская. Мини-рынок на трассе Умск-Муромцево – главная грибная торговая точка на этой дороге. Каждое лето товар выставляют не меньше трех десятков продавцов. Причем как местные из деревни Малахова, так и жители других поселений. Но сегодня здесь всего пять торговцев. Грибов тоже немного. Сегодня выбор грибов, которые можно приобрести у дороги, действительно невелик. В основном продавцы предлагают коровники, подберезовики и абабки. И это при том, что в прошлом году, в этот же период, здесь повсюду стояли ведра с белыми грибами. Я даже решила провести небольшой эксперимент. Обошла каждого продавца, осмотрела около десятка ведер. Их вот, что мне удалось найти. Всего два благородных гриба. Это один белый и один подосиновик. О самых почитаемых в Древней Руси груздях, говорят продавцы, даже не мечтают. В этом году из-за капризов погоды сезон начался на полтора месяца позже. Несмотря на то, что уже июль, в лесах по-прежнему стоит вода. Она скопилась из-за продолжительных ливней, которые весной накрыли регион. И даже когда в области установилась по-настоящему летняя погода, и температура воздуха поднялась выше 20 градусов, самые урожайные полянки просто не успели просохнуть. Грибы, конечно, выросли, но из таких, говорят, суп не сваришь. Если один срезаешь, то пять выкидываешь. Вот так вот. Очень мало. Коровников есть и было в прошлом году очень много. Нынче в тех местах вообще нету его. Много червивых, да. Отходов много-много. Больше отходов, чем собираешь хороших в этом году. В те годы все равно, я говорю, здесь весь базар в грибах был. А в этом году, вот видите, сколько немножко сидят. На мини-рынке Вера Глот продает грибы уже больше пяти лет. Товар ей каждый день приносит 68-летний супруг. Пенсионер знает все грибные места в округе. Однако этим летом, рассказывает женщина, вместо десяти ведер наполнить обабками и коровниками ему удается максимум три. У деда 6 июня, день рождения, уже большое ведро грибов хороших принес в тот год. А в этом году нету. Позднее, запоздало и все. И в огороде все запоздало, и в лесу все позже. Несмотря на дефицит, цены на грибы селяне не повышают. Например, ведро коровников, как и год назад, отдают за 250 рублей. А можно и вовсе сэкономить. Самому отправиться в лес и провести час-два на природе. Если повезет, грибов наберете. Ну а если и не отыщите их, удовольствие от свежего воздуха и приятной тишины точно получите. Екатерина Булчевская, Денис Лопарев, 12 канал. В Крутинском районе стартовал 48-й областной спортивно-культурный праздник «Королева спорта». 12 канал вел прямую трансляцию церемонии открытия. Она прошла на стадионе «Авангард» на берегу живописного озера Ик. Гостей встречала хозяйка игр «Королева» и символ сельской спартакиады «Пеликан». Началась церемония с парада 32-х команд-участниц. Подробности у Татьяны Денисовой. Под громкие аплодисменты на стадион выезжает желтый кабриолет с одним из главных символов сельской олимпиады. 48-й областной сельский спортивно-культурный праздник «Королева спорта Крутинка-2018» объявляется открытым. Преодолев больше 200 километров от Омска до Крутинки, на стадионе появляется эстафетная команда. Ранним утром студенты и преподаватели Семгувка зажгли огонь сельских игр в Парке Победы. К назначенному часу он на месте. Его передают Ивану Черногородову. Многократный победитель «Королевы спорта» по легкой атлетике зажигают главную чашу стадиона. Стадионом владели четыре стихии. Сама яркая повелительница огня – королева спорта. Приветствуют гостей и символ Игорь Пеликан. Именно он размещен на флаге Крутинского района. Трибуны встречают участников спартакиады. Шествие команд открыл Черлакский район, в котором праздник провели впервые в истории. За ним – атлеты Омского района. Они заняли первое общекомандное место в прошлом году. Всего 32 команды из каждого района области. В этом году игры проводятся в живописном месте на берегу озера Ик. Всю церемонию открытия зрители любовались не только концертной программой, но и парусниками, которые кружили всего в нескольких метрах от трибун. Яркий праздник – визитная карточка региона. И это отмечает глава области Александр Бурков. Дорогие участники и гости королевы спорта. Поздравляю вас с открытием нашей традиционной летней спартакиады. Около 60 тысяч спортсменов в течение трех месяцев боролись за право представлять свои муниципальные районы. У нас сегодня этот праздник уже 48-й. Вдумайтесь, за 48 лет, если посчитать количество участников, то это будет целая область одних спортсменов. И я хотел бы сказать в первую очередь большое спасибо крутинцам, хозяевам этого праздника, за то, что мы сегодня видели красоту открытия, за ваше гостеприимство, уважаемые крутинцы, за тот праздник, который вы нам всем сегодня устроили. Спорт – это великое дело. Спорт – это здоровье, сила и позитивное настроение. Поэтому я желаю всем, кто сегодня на этом стадионе, получить только позитивные эмоции. А спортсменам я желаю достойно представить свои районы и всем зрителям болеть за любимую команду. С праздником, дорогие друзья! Да здравствует королева спорта! Основные состязания развернутся на обновленном стадионе специально к королеве спорта. Здесь уложили покрытие волейбольной площадки и легкоатлетическую дорожку. Сразу после церемонии открытия на нее вышли спортсмены. На глазах до отказа заполнивших трибуну зрителей провели финал от забегов на 100 метров. У женщин первой финишировала Елена Харченко из Русской Поляны, а королем спринта стал Виталий Тиссин, представитель Полтавского района. Чемпионов и призеров наградили медалями и грамотами, но на этом подарки не закончились. В преддверии Всероссийского праздника, Дня семьи, любви и верности, руководитель области Александр Бурков вручил плазменный телевизор спортивной семьи Борискиных из Крутинского района. Соревнования продолжатся три дня. В общей сложности атлеты разыграют комплекты наград в восьми видах спорта. Лучших в общекомандном зачете отметят во время церемонии закрытия 8 июля. Ну а крутинцы уже во время открытия передали флаг игр Русскополянскому району, где в 2019 году пройдет 49-я сельская олимпиада. В приемной комиссии УМГУПСа разгар сезона принимаются заявления и документы. В этом году объявлен набор на 8 новых специальностей, среди которых интернет-маркетинг, инновационный менеджмент и другие. Подробнее в нашем сюжете. Валерия Бунг, еще будучи школьницей, решила, хочу учиться в университете путей сообщения. После итоговых экзаменов сразу пошла подавать документы. В 10 классе, когда уже заканчивался год, я решила посмотреть все университеты. Конечно же, я в первую очередь посмотрела транспортный университет. Здесь очень много моих друзей, и они мне посоветовали сюда поступать. Омский государственный университет путей сообщения – одно из старейших высших учебных заведений Сибири. Его появление связано с началом строительства Транссибирской железной магистрали, которая вызвала потребность в квалифицированных специалистах. На протяжении вот уже 118 лет университет обеспечивает потребность железнодорожных предприятий высококвалифицированными специалистами. Вместе с тем в ВУЗе широко представлены специальности и направления подготовки высшего образования, информационного, экономического и гуманитарного профилей. Так сложилось, что у нас в нашем ВУЗе всегда пользовались популярностью специальности гуманитарно-экономической направленности. И поэтому в этом году мы открыли дополнительные профили на направлениях управления качеством и информационной технологией. То есть управление качеством в логистических системах, информационной технологией в таможенном деле, интернет-маркетинг. То есть это те направления, которые сейчас востребованы, после которых ребята точно не останутся без работы. На сегодняшний день подписано более пяти десятков соглашений с крупными предприятиями о трудоустройстве выпускников. Главный заказчик университета ОАО «Российские железные дороги» гарантированно трудоустраивает 100% выпускников железнодорожников. В университете создана прекрасная материальная база, научные комплексы с современным оборудованием, компьютерные классы, фактикальные учебные установки, библиотека, спортивные комплексы и бассейн, строительство которого завершится к концу этого года. Иногородним студентам предоставляются общежития гостиничного типа. Для удобства в приемной комиссии установлена система электронной очереди. Заполненным заявлением на подачу документов будущим студентам помогут представители приемной комиссии. Омский государственный университет путей сообщения ждет абитуриентов по адресу улица Потанина, 7. Леана Шанина, Святослав Клименко, 12 канал. На открытой площадке, что на проспекте Королева, идут последние приготовления к джаз-парку. Сегодня заканчивают монтаж трех концептуальных зон. Это кафе «Улуи», где завтра весь день будет звучать горячий джаз нового Орлеана. Бар «Деноких сердец», в котором будут играть блюзы и бар советской эпохи. Музыканты будут работать здесь в режиме нон-стоп. А вот хедлайнеры фестиваля «Этатрио» Даниила Крамера и победительницы итальянского шоу «Голос» Дебра Чести выйдут на большую сцену в 16 часов. А в 20.30 к ним присоединится симфонический оркестр во главе с диджором Дмитрием Васильевым. Кроме этого, запланирована автограф-сессия с музыкантами и шоу-импровизация, в котором сразятся артисты оркестра и актеры Центра современной драматургии. Еще один сюрприз для мечей. Возле главной сцены установили светомузыкальные фонтаны. Они будут сопровождать звучание инструментов. Красим, клеим, забиваем, вяжем. В общем, делаем все для того, чтобы парк стал уютнее, джазовее, музыкальнее. 11 часов роскошного джаза будут здесь на нескольких площадках сразу. Этим мы сейчас активно и занимаемся. Как раз готовим зонирование в парке для того, чтобы была возможность у любителей разного джаза найти что-то себе по вкусу. А сейчас время новостей спорта. И в студии появляется мой коллега Алексей Адареев. Привет, Алексей. Привет, Денис. В Вильнюсе завершилось первенство Европы по гиревому спорту. А мечи там участвовали? Да, наши земляки выступали в столице Литвы. Сделали это с блеском. Завоевали две медали. Причем обе медали высшего достоинства. Подробности уже через несколько секунд. В столице Литвы завершилось первенство Европы по гиревому спорту. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из Латвии, России, Литвы, Украины, Казахстана, Англии, Белоруссии, Ирландии и Эстонии. В состав российской национальной дружины вошли два представителя Омской области. Дарья Врубель и Алексей Кандаур. Оба наших атлета выступили в Вильнюсе очень успешно, выиграв две золотые медали. Выступая в возрастной категории до 18 лет, в весе свыше 63 килограммов, Дарья Врубель рванула 16-килограммовую гирю 213 раз и стала победителем соревнований. Алексей Кандаур в толчке показал результат 172 подъема в рывке 215. Он выступал в возрастной категории юношей до 16 лет, где не оставил шансов соперникам. Стоит заметить, что оба гиревика представляют районы Омской области, где этот вид спорта является одним из самых любимых. Дарья выступает за Таврический район, а Алексей за Павлоградский. Волейболистки Сибгу в Казани или второе место в финале шестой всероссийской летней универсиады. Омские девушки провели этот турнир просто блестяще, одну за одной, укладывая на лопатки соперниц. Но в упорнейшем матче за первое место омская команда не смогла переиграть соперниц из Екатеринбурга и везет домой серебро. К сожалению, не удалось взобраться столь же высоко омским волейболистам. Мужская команда Сибгу в Казани вышла из группового турнира со второго места, но не сумела побороться за пьедестал. В предстоящие выходные по Иртышу проплывут драконы. На главной водной магистрали города пройдет открытый чемпионат Омской области, погребли на байдарках и каноэ, а также лодках класса дракон. Медали соревнований будут разыграны 7 и 8 июля в акватории Иртыша у судоремонтного завода. Помимо омичей в состязаниях примут участие байдарочники из Алтайского края. Но главной задачей тренеров станет просмотр именно молодых спортсменов из нашего региона. Дело в том, что сильнейшие омские гребцы сейчас в Москве готовятся к чемпионату России, который стартует 14 июля. Поэтому на домашней воде болельщики увидят ближайший резерв областной сборной. Всего на старте ожидается около 150 человек. К соревнованиям допускаются спортсмены 2003 года рождения и старше. В первый день в субботу в программе значатся заезды каноэ и байдарок на дистанциях 1500 метров. В воскресенье гребцы померятся силами на 200 и 2000 метрах. Особое внимание публики, как всегда, будет приковано к выступлениям лодок класса дракон. Экипажи этих необычных расписных судов состоят из 14 человек. 12 гребцов, двое из которых запасные, а также рулевой и барабанщик. Торжественное открытие чемпионата состоится 7 июля в 13 часов. И еще один анонс. В это воскресенье состоится третий этап летних чемпионатов и первенства Омской области по картингу. Около трех десятков спортсменов, представляющих картинг клуба региона, выступят в 8 классах. Предыдущий этап соревнований проводился в конце июня. Тогда в командном зачете лучшие результаты показали спортсмены клуба «Мечта». Вторыми стали гонщики из поселка Омский, а замкнули призовую тройку представителей клуба «Фаворит». Очередной этап пройдет 8 июля в привычной обстановке на картодроме ДСААФ по адресу улица 3-я Островская, 2. Торжественное открытие запланировано на 13 часов. Это все, о чем сегодня я успеваю рассказать. Вам хороших выходных. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. Прогноз погоды уже через минуту, а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица, профнастил, окна ПВХ. 999-222. Одеться стильно для женщины является наилучшей возможностью выражения своей индивидуальности. В этом вам поможет БелАрт. Женская одежда российского производства. БелАрт. Континент 2. Бутик 208. В приложении «Двагис» вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте «Двагис» бесплатно. Возрастное ограничение 0+. Сходил раньше Олег из Омска за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцели, что и склад, и магазин. Здесь сервелат «Астория». 450 граммов, всего 149 рублей. Вот это цены. Экономит теперь Олег и на квартиру новую копит. И о погоде. Завтра, 7 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Температура в лждуховой районах ночью 14-18, днем 23-26 градусов тепла. В Омске в ночные часы 17-21, в дневные до 26 градусов. Ветер восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»!